Семь советов для начинающего танцора И если вдруг тебе не нравится что происходит, тебе не нравится танец, тебе не нравится педагог, ты может быть пришла первый раз на занятия Не нужно всем своим лицом выражать скорбь всего еврейского народа, что вот божечки, божечки, куда же я попала? Просто выйди из зала и займись своими делами Всегда предупреждай своего хореографа-педагога о травмах или о запретах врача Люди они такие, часто забывают, поэтому и мы, педагоги-хореографы, часто забываем о том, что вы нам сказали неделю назад, 3 месяца и так далее и тому подобное Если вас просят сделать какой-то элемент или движение, которое делать вам нельзя, или которое вызывает у вас болевые ощущения И это не то, что у вас прям мышцы заболели от 20 отжиманий, это реально какие-то проблемы со здоровьем Обязательно каждый раз напоминайте педагогу о том, что вам это делать нельзя Потому что иногда педагог просто может об этом забыть Но это абсолютно не значит, что вы должны халявить на каждом занятии Или каждый раз себя жалеть и не выполнять то, что вы можете выполнять Кушайте Кушайте, молитесь, танцуйте Ешьте 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 Кушайте перед занятиями, за 2 часа, за 3 часа, если плотная еда Ну как, в общем, положено Обязательно кушайте Не приходите на занятия истощенными, не нужны обмороки Кушайте Выкладывайся на полную катушку так, чтобы заниматься час-два в день на максимуме Абсолютно никому не нужно, чтобы вы 5-6 часов проводили в студии И кое-как через там левую ногу, правое ухо выполняли упражнение педагога Вы должны работать на максимуме Если вашей выносливости и сил организма хватает На час, значит это час На два, значит это два Со временем вы сможете увеличить эту цифру И если вы не профессиональный танцор А это у нас влог для непрофессиональных танцоров Это для людей, которые танцы это хобби Которые хотят этим заниматься Которые хотят просто красиво научиться двигаться Не нужно себя мучить и других То, что вы ходите на 6 часов занятий в день Еще абсолютно не значит, что вы что-то из того, что вам дают, выполняете Поэтому лучше отрабатывать все от и до за час занятий Чем хрен знает, что делать на всех занятиях Это раздражает Задавай вопросы Всегда задавай вопросы Если ты не знаешь или не понимаешь, как это происходит Пусть все вокруг задаваются Это твое право Ты должна знать, что и как делать Сложный элемент Растяжка Подкачка Еще что-то Ты должна это знать Если ты будешь знать, как работает твой организм в этот момент Что ты должна сделать То у тебя и получаться будет лучше И со знанием дела всегда все идет быстрее В жизни можно попробовать все Итак, следующий совет Пробуй все Тебе необходимо развиваться И недостаточно Или может стать недостаточно через какое-то время Когда ты ходишь только два раза в неделю Или раз в неделю на два часа Пробуй другие стили Пробуй других педагогов Сходи на какую-нибудь танцевальную пати Попробуй совершенно несвойственную сальсу Прости, господи, сходи на зумбу Сейчас там напишут кучу хейтеров, да? Сделай свой танцевальный досуг разнообразным Пусть твое тело научится двигаться по-разному Это поможет твоему основному направлению Даже балерины ходят на хип-хоп Растанцовывай себя всеми способами Даже если тебе кажется, что это движение тебе абсолютно не нужно Ты никогда в жизни не будешь его выполнять И оно такое широкое И такое некрасивое Или там плюхается на пол Или тебе кажется, что там левое плечо не туда идет Все равно делай Твой педагог-хореограф знает, что тебе нужно делать Это поможет твоему телу раскрепоститься Расшириться, удлиниться Увеличить свою амплитуду Улучшиться Это все делается для растанцовки Так что танцуй всегда и везде Спасибо, что смотрите Я надеюсь, вам это полезно Я надеюсь, вам это нравится Обожашки, обнимашки, целовашки, мимимишки Спасибо, пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok